Бюджет городского округа Самары на этот и последующие два года сохранит свою социальную направленность. Уже сейчас документ предусматривает капитальный ремонт пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, ремонт тротуаров и уличной дорожной сети, приобретение специализированной техники для обслуживания ледовых площадок и многое другое. Активная работа велась и будет вестись по поддержке граждан, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей. Участникам специальной военной операции на Донбассе отправлено более полутора тысяч индивидуальных посылок. Среди передных вещей шансовые инструменты оборудования, бензопилы, бензогенераторы, блиндажные печи, теплые сапоги, нательное белье, продукты питания, медикаменты, предмет личной гиены, книги. От учащихся детских коллективов дополнительно письма и рисунки. Отдельным направлением работы в 2022 году стала помощь вынужденным переселенцам с Донбасса. На протяжении года проводились сборы гуманитарной помощи для оснащения пунктов временного пребывания. В рамках патриотического воспитания и проекта «Историческая память» депутаты принимали участие во всемирной акции «Диктант Победы». Всесторонняя работа велась и с молодежью. Была продолжена практика проведения городского конкурса на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города». В нем приняли участие более четырех тысяч человек из 142 учебных заведений. Авторы сочинений в разных литературных стилях и жанрах четко представляли стратегические задачи, которые нужно решить в нашем городе. От вполне конкретных строительств метрополитена и очистных сооружений до глобальных социальных вопросов, в том числе сохранения и укрепления семейных ценностей. Традиционно большое внимание уделялось приему граждан и поступившим от них обращениям. В минувшем году главный финансовый документ корректировался 14 раз. В течение 2022 года удалось увеличить планируемые доходы и расходы бюджета Самары практически в три раза. Почти 60% расходов были запланированы с учетом привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Обсудили сегодня внесение изменений в бюджет и на этот год. Учитывая безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов, основная сумма увеличилась на 19 миллиардов 319 миллионов рублей. В 2023 году увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым доходам на 1 миллиард 391 миллион рублей. В итоге доходы бюджета в 2023 году составят 39 миллиардов 135 миллионов рублей. Ольга Павлова, Константин Головин. События.